Мировой кризис. Кризис финансовый, экономический, эпидемический. К вопросу приставки. Но кризис это ситуация, которая меняет наше бытие. К тому, чему мы привыкли, каждый день оно приедается, и мы считаем это естественным. Каждый день рутина, то мы встали утром, пошли на работу. Сделали то, другое, третье. У каждого есть своя рутина. И кризис это время, когда мы меняем свой образ жизни для того, чтобы достичь успеха. Успех не в том, чтобы просто поменять ситуацию. Успех это отношение. Наше отношение к жизни. Наше откровение, которое мы можем получить о жизни. Предложение пришло от городских властей, чтобы люди избегали собраний, которые больше 10 человек. Интересно для меня, потому что это тоже 10 человек, это как миньян, и могут помолиться. Если 10 собрались, это уже хорошо, правда? И я верю, что для нас, как верующих людей, ограничение не помеха. Мы живем в особенное время технологий. Поэтому для каждого есть возможность поучиться, как видеть нас онлайн. Давайте будем поддерживать друг друга онлайн, в наших молитвах. И смотрите нас каждую субботу. Также у нас есть пост и молитва, которую мы объявили с 18 числа по 9 апреля. Это пост общины, ходатайство перед Богом, 21 день, как делал Даниил. И мы видим это в местописании, которое говорится о Данииле, где он, ходатайство, он просил Бога о благодати и милости. И Бог выслал ему на встречу эту помощь. Благовестие. Мы можем распространять слово Господа в интернете, присоединять наших соседей, давать им слово ободрения, чтобы уходил всякий страх. Я верю, что за это время, которое у нас есть карантина в нашем городе, мы будем видеть много изменений, чудеса, знамения. Будем видеть, как люди будут обращаться к Богу, где будем поддерживать друг друга, где мы будем просто граждане и горожане, которые позитивно смотрят на эти проблемы. Ты знаешь, ты сильный в вере, помоги тому, кто слабый. Позвони ему, дай ему слово наставления, ободрения, помолитесь. Сегодня как никогда нужно это ободрение. Как никогда нам нужны звонки ободрять друг друга, потому что люди живут в страхе. И верующие не исключение. Я встречал уже многих, которые говорят, что нам делать, закупать пищу, не закупать пищу. Друзья, это ваше действие. Никто не даст вам совета так, как вы сами себе дадите. Никто не судит вас за ваши действия. Но я призываю каждого члена общины и тех, кто в гостях у нас, просто быть на чеку. Быть в том состоянии, чтобы заботиться друг о друге. И я молюсь за всех тех, кто смотрит нас в эфире. Тех, кто, возможно, имеет какой-то страх о том, что происходит сейчас вокруг нашего прекрасного мира. А я молюсь, чтобы твой шалом, твой мир был в наших сердцах. И это очень сложно осознать, как этот мир должен быть в нашем сердце. Но я уверен в том, что ты даешь благодать и милость и хранишь нас в нашем пути. Боящийся тебя, он уповает только на тебя. И ты даешь им, тех, кто верит в тебя, благодать и милость, свободу и прощение. И ты даешь исцеление и хранишь его от лукавого. Я прошу тебя, благослови каждого человека. Сохрани и дай мудрость. Премудрость свыше. Не быть в панике, но быть тем человеком, который будет являть милость людям, свет этому миру. Чтобы люди, видя нас, знали, что мы уверены в твоей благодати и милости. Я благословляю каждого человека во имя Ишу из Назарета. Аминь.